Привет всем, на связи как всегда я, Лукас. И на этот раз речь в ролике у нас пойдет о нескольких багах, фичах или гличах, как хотите так и называйте, восьмого сезона, о которых ты скорее всего либо не знал, либо не использовал их. Покажу и расскажу вам о нескольких интересных вещах, а также обрадую вас розыгрышем на тысячу вибаксов специально для вас. И все, что вам нужно сделать для того, чтобы поучаствовать, это подписаться на канал, поставить лайк этому видео, а также написать в комментарии абсолютно любой адекватный комментарий и по возможности к нему же прикрепить свою социальную соцсеть, чтобы я мог связаться с вами в случае вашей победы. Результаты розыгрыша я проведу тогда, когда на ролике стукнет 500 лайков в тот же день, сразу же опубликую их в группу ВКонтакте. Поэтому участвуйте, подписывайтесь и ставьте лайк, ведь именно от этого зависит скорость того, как быстро вы получите свои вибаксы. Ну а спонсором данного розыгрыша стал вот этот вот парень, Аид Гор. Мужик делает действительно атмосферные ламповые стримы по разным абсолютно играм. Придя на его стрим вечерочком, вы сможете с чашечкой чая спокойно почилить, расслабиться и покайфовать в вполне адекватной атмосфере. Да, и не смотрите, что мужичку-то уже 31 год, ну или годик, как выразилась его жена. В душе мы все ютуберы, все молодые. Аид Гор, ссылочка в описании. Ну а теперь, давайте, пожалуй, приступим, собственно, к самому ролику. Ага, а что? А лукас. Итак, баги, фичи, фишки 8 сезона Fortnite, которые нам принесли наши последние обновления. Я думаю, очень многие заметили то, что в последнее время в Fortnite появилось ну очень много различных багов и не только. Некоторые из них используются во вред прям уж совсем сильно, а некоторые просто вносят небольшой дисбаланс. И так вот, я покажу вам несколько таких багов, фичей, фишек, которые вы можете использовать прямо сейчас, везде, вообще, вовсюду. Но делать это я, естественно, вам не советую. Да и вообще, эпики. Fix it, please. Итак, ладненько, перейдем к первому багу или фичи, которую я нашел специально для вас. Бесконечное скольжение. Да-да, нам, возможно, оно уже многим надоело. Вам, возможно, кто-то о нем даже и не слышал. Поэтому, если лично вам оно надоело и вы уже о нем знаете, вы можете скипнуть далее и посмотреть, что же там дальше. Ну, а я расскажу о нем тем, кто навряд ли еще видел или сталкивался с таким в каточках. Лично я с таким столкнулся, когда играл как-то каточку в тельтах. И мимо меня пролетел просто челик в типозе. Но я так и не смог понять, как это так он сделал и думал, что это читер. Ну, так вот, теперь я нашел способ, которым можно это реализовать. Вы можете прилететь на нашу старую добрую засаленную закусочную, которая сейчас полностью затоплена и заморожена. И юзнуть практически любую эмоцию лучше всего подойдет под это дело типоза, либо вот этот вот шалтай-болтай, которым воспользовался я. Так как типоза у меня нет. И самое главное, набрать хорошую, хорошую ощутимую скорость. Ну и вся суть этой фичи в том, что вам нужно будет слететь со льда, не используя кнопки вперед и шифта. То есть управлять собой вы можете только либо вправо, либо влево. Ну и для этого я выбрал вот эту вот траекторию и по ней смог, собственно, спокойно довольно-таки долететь до тельтов. Просто периодически помогая себе клавами вправо, влево и ища более-менее такие пути, по которым я смогу хоть чуть-чуть скатиться вниз и набрать скорость. Именно таким путем можно проехать действительно до хрена расстояния. Я даже не знаю сколько на самом деле. И лед на ваших ногах не сломается. Такая вот фича, такой вот у нас вот баг. Он работает и пока что не пофикшен. Можете пойти попробовать. Ну а мы перейдем к следующему багу. Итак, следующий баг и фича, которую я нашел для вас, находится у нас в праздничном поселке. Вам нужно прилететь именно вот к этому месту. И если вы вообще любите отыгрывать от праздничного поселка, я думаю, это будет очень полезная фишка для вас. Вам нужно раздолбать вот эту вот лестницу. Вот тут вот в стене проделать дырочку. И теперь еще вот в этой стене проделать дыру. Здесь же наверху будет такая как будто бы лестница. Ее тоже нахрен сносим. И все. Теперь вот тут вы упираетесь головой во что-то невидимое. Но все же можете стрелять по всему, что видите в этой дыре. На весь прикол в том, что если вы выйдете снаружи, вы поймете то, что вас нихрена не видно. Так как там остается невидимое снизу, но все же существующая сверху текстурка пола, земли. Которая снаружи никак не простреливается. Я проверял это под разными углами. Пытался расстрелять ту самую лестницу, которую я там поставил. Она никак вообще не расстреливается. Так как это тупо текстурка земли. Ну а когда вы находитесь там внизу, то это для вас все становится каким-то невидимым, прошивающимся насквозь препятствием. Которое просто не дает вам вылезти. Но в то же время вы можете отсюда расстреливать все и вся. Вот такой вот баг фича. И думаю она пригодится первое время тем, кто играет от праздничного поселка. Но все же не злоупотребляйте этим. Так как эпики это найдут, узнают и пофиксят. И как я всегда говорил эпики, фикс ит. Это баг. Ну а вы ребята можете попробовать этот баг проверить. Так скажем в той же песочнице. Перейдем далее. К последнему для этого ролика багу фичи. Которую я хочу вам показать. Не знаю знали ли вы. Ну а вот на эту глыбу льда в полярном пике можно залезть почти что на середину. Не используя лестницы. Просто запрыгивая на нее. И постепенно проваливаясь в снег. Да, здесь вы можете провалиться текстуркой в снег. Конечно размах там у вас для маневренности будет небольшой. Но все же это позволит быть вам невидимыми. И вы сможете стрелять абсолютно практически по всему, что находится снаружи. Тем самым вас там практически не будет видно, если вы не будете особо так вертеться, крутиться. И враги не будут понимать откуда вы по ним вообще стреляете. И естественно за такую игру вам наверное влепят кучу репортов. Те кого вы будете убивать. Поэтому не стоит этим тоже особо злоупотреблять в играх. Можете просто потестить это с друзьями в песке. И опять таки я повторюсь. Эпики фиксит. Я не прошу аудиторию этим пользоваться. Я просто приношу информацию и показываю. То что эти баги и фишки, фичи, вот эти все гличи, они действительно есть. Их много. Я не стал все впихивать в один ролик. А показал вам лишь 3 самые-самые ярые, которые я смог найти. У меня есть в запасе еще информация про примерно 5 таких вот прям лютых багов и фичек. Которые я мог бы вам рассказать. Поэтому если вы прожмете 500 лайков под этот ролик. Я залеплю вам вторую наверное серию. Где расскажу еще про несколько багов фич. Которые, ну, навряд ли кто-то показывал уже на ютубе. Пишите в комментарии, как вам эти баги. Знали ли вы о них. И какие вы попробуете сделать сами. Ну а также пишите мне о том, выпускать ли еще один ролик про баги и фичи. Может кому-то будет это интересно. Не забывайте подписываться на канал. И ставить колокол. Чтобы не пропускать новые интересные ролики и розыгрыши. На этом пожалуй все. Спасибо всем огромное за просмотр. С вами был дядюшка Лукецкий. Всем до новых встреч в новых видео. И адьос, амигасы.